Привет всем! Пока мы перечислим причины повышенного масложора и как эффективно бороться с этим, постараюсь пояснить, какое количество утерянного масла считается нормальным. Принято считать, что нормальный расход масла в моторах современных машин составляет от 0,5% до 0,5% от потраченного топлива. Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на 10 тысяч примерно 800 литров бензина, а 0,5% от этого объема 4 литра масла. Для большинства двигателей V6 и V8 производитель допускает расход масла до 1 литра на 1000 км. То есть, со 10 тысяч километров 10 литров масла. На самом деле, автопроизводитель подстраховывается. Подавляющее большинство моторов так или иначе кушает масло. Вопрос здесь в аппетите и скорости расхода. Ну и если вы заметили, что ваш двигатель в последнее время добавляет больше масла, чем раньше, тогда вам придется в любом случае обязательно проконсультироваться с мастером. Но до этого можно самостоятельно пройти некоторые процедуры. Сперва мы должны исследовать внешнюю часть двигателя, нет ли потеки масла. Часто каждое утро должны обратить внимание, нет ли следы масла под машиной. Источники наружной утечки могут быть прокладка под клапанной крышкой, прокладка под головкой блока течет довольно редко, прокладка под дона течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, прокладка передней крышки, сальники. Утечка также может происходить через сальники. Передний и задний коленуала сальник распредвала. Если мы определили один из вышеперечисленных неисправностей, то в ближайшее время должны ее исправить. Ну и если есть или нет эти неисправности в любом случае, мы должны перейти на следующий шаг исследования для обнаружения причин масложора. Первое, что мы должны сделать, завести машину, чуть подогреть двигатель, посадить помощника за рулем и газовать на высокие обороты, а мы наблюдаем выхлопы из глушителя. Если есть густой сыроватый дым, значит масложор на лицо, ваше масло через глушитель улетает на улице. Возможные причины. Попадание масла в цилиндры и сжигание вместе с топливом из-за изношенных полшневых калец, маслосъемные или другие кальции изношения. Одной из самых страшных причин с масложора могут быть изношения стенки цилиндров с глубокими царапинами. Сами распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники к коленвалу, то есть маслосъемные колпачки. Рекомендую посмотреть хорошее видео для выявления этих неполадок. Ссылка будет ниже под видео. Еще одной причиной, о которой многие забывают, может стать посыпавшийся катализатор, частицы которого запросто могут попасть в камеру сгорания, что неизбежно ведет к повреждению как цилиндров, так и поршневой группы. Эти симптомы сопровождаются густым синим дымом и снижением компрессии. Одна из причин – простая утечка из-за прокладки – попадание масла в систему охлаждения. Если ваш мотор оснащен турбиной, причиной может быть выброс масла в хвихлопную через турбину. Еще одна причина – система вентиляции катерных газов. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя. В результате в упускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла. Она сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и на клапанах. И в конце видео хочу сказать еще об очень распространенном причине масложора. Многие замечают, что после ремонта мотора масложор увеличивается. Такие примеры лично я знаю очень много. Причина в этом – невнимательность мастеров. Кто-то где-то научился открутить и закрутить полтики и думает, что уже мастер. От таких мастеров страдают многие. И поэтому самая главная рекомендация – ищите хороших ремонтников и не доверяйте всем судьбам вашего двигателя. Именно об этом рассказывается в видео, ссылку о котором оставлю ниже этого видео и прошу посмотреть. Оно чуть длиннее, но там вы увидите, как работают хорошие мастера. В конце видео хочу попрощаться и просто написать в комментариях, именно какая причина у вас пила масложора. Знаю, о многом я не успел рассказать. И пусть от вас узнают мои подписчики еще о других причинах. Прошу подписаться на канал, нажать на колокольчик, и поставить лайк. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok